Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день, уважаемые коллеги! Я вас приветствую на нашем новом вебинаре. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен Википедии. И я очень рад, что эту тему мы, наконец, затронули на нашей серии вебинаров. Давно хотелось пригласить кого-нибудь из сообщества Википедии. И вот сегодня представилась такая возможность. Сегодня мы поговорим не просто о Википедии, а о Википедии как о собрании, о библиотеке, о книгохранилище. И прежде чем представить нашего сегодняшнего спикера, давайте я скажу несколько общих слов, которые обычно говорю в начале вебинаров наших. Во-первых, в начале нашего чата вы видите две полезные ссылки. Первая ссылка – это ссылка на наше расписание. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар текущего учебного года. Также можете посмотреть записи тех вебинаров, которые были уже проведены. Запись этого вебинара тоже появится на нашем видеоканале на YouTube. И вторая ссылка как раз ведет на наш видеоканал, где можно посмотреть все наши вебинары. На этот вебинар, как и на все наши вебинары, мы выдаем сертификаты за участие в наших вебинарах. Это бесплатный электронный именной сертификат. После вебинара, через некоторое время, к вам придет письмо со ссылкой на возможность скачивания электронного сертификата. Сегодняшнюю презентацию вы можете скачать в разделе «Ресурсы». Ну вот, собственно, и все. А, да, я еще хотел представить вам следующий наш вебинар. Следующий вебинар пройдет завтра. И ввести его буду я. Это наш продуктовый вебинар компании Директ Медиа. Мы его проводим каждые полгода. Это вебинар для библиотекарей. И называется он «Университетская библиотека онлайн. Возможности администратора, функционал и сервиса». Так что, тем, кому интересно, милости просим на этот вебинар. Сейчас я поставлю себе цвет шрифта соответствующий. Ну а сейчас мы, наверное, перейдем к основной части нашего вебинара. Я хочу представить Софью Багдасарову, искусствоведа, историка искусства и замечательного блогера. Я, кстати, приглашаю вас в ее блог. Это совершенно замечательное явление. Но об этом чуть попозже, потому что Софья у нас будет вести также вебинары и на темы, связанные с искусствоведением. Первые два вебинара будут посвящены Википедии. И сейчас я предоставляю слово Софье для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Хочу отметить, что Софья у нас в этом качестве, в качестве спикера вебинара дебютирует. Поэтому, если вдруг возникнут какие-то технические сложности, мы постараемся вдвоем с ней быстренько их устранить. А сейчас я передаю слово Софье. Здравствуйте, меня слышно, да? Меня зовут Софья Багдасарова. Я первый раз веду ваш вебинар, поэтому у меня не очень будет получаться, наверное, будет. Я буду стесняться. Но вот послушайте, что я могу рассказать. Я много лет являюсь автором Википедии, как русскоязычной части, так и интернациональной. И знаю много ее секретов и тайн, которыми бы хотела с вами поделиться. Потому что Википедия – это совершенно замечательный инструмент, о полных возможностях которого, увы, знает очень мало народу. Скорее всего, то, к чему вы привыкли, это выглядит так, как сейчас показано на слайде. Обычно вы пользуетесь Википедией просто как онлайн-энциклопедией, как сайтом-справочником. А мне бы хотелось показать, где на самом деле скрываются ее сокровища, потому что текстовая информация – это не единственная ценность проекта. И, кстати, текстовая информация – это именно та часть Википедии, которая обычно сильнее всего упрекает за недостоверность. А та информация, которую я хочу показать вам, она как раз очень достоверна и практически неизменяема. Вот эта часть. Это называется «Викисклад». В настоящий момент в Википедии хранится 41 миллион файлов. Это 41 миллион файлов. Представьте себе этот размер. Это одно из самых гигантских файлов-хранилищ в мире. Если сравнивать по степени полезности информации, то самое полезное, потому что на остальных файлах-хранилищах обычно фотографии с котиками, фотографии фасфальев. Здесь только полезная информация, а вот такие бесполезные вещи, они сразу уничтожаются. Итак, какие файлы здесь можно увидеть? По большей части здесь хранятся файлы в формате PDF, по большей части это файлы в формате JPEG, картинки, репродукции, сканы, документы. Вот такие вот фотографии. Такое вам наверняка попадалось. Но кроме того, кроме JPEG, иллюстрации, портретов, лежит достаточно большое количество файлов в формате JPEG, в формате DejaVue и сканов страниц книг. Есть аудиофайлы, например, вот библиотека классической музыки. Здесь записи аудио Энрика Каруза. Они в формате ОК, это не очень личный формат, но можно найти много всего, самого разного. Книги, сортированные по годам в PDF или в JPEG. Достаточно много всего. По парам минимальных слов по принципу наполнения Википедии. Википедия это сайт, который наполняется одновременно несколькими сотнями тысяч участников, как минимум на 300 различных языках, со странами со всего земного шара. Поэтому и логотип проекта выглядит вот так вот, как пазл. Для обращения и понимания думайте, наверное, о Википедии сейчас как о мозаике, вернее, как о хостинге типа Фликра или Яндекс.Картинка. Для нас это важно в том ракурсе, что информацию в Википедию загружают как отдельные люди, так и целые организации, например, музеи и библиотеки, или другие научные организации, например, НАСА. Вот здесь вот слайд, на котором лежат чуть-чуть, самая верхушка, файлы в формате PDF книг загруженных организаций НАСА. Также НАСА вложила в Википедию и фотографии, и документы, много всего. Давайте искать сокровища. Например, вот у нас можно найти подшивку журнала Сосерикона. Причем она лежит как в формате PDF по годам, так и отдельно выложенные картинки и обложки. Есть текстаринные книги, просто вот сборная Солянкова. Есть русские портреты, изданные великим князем Николаем Михайловичем. То есть все, что угодно. Вы скажете, что то же самое можно найти на профессиональных сайтах библиотек, настоящих взрослых библиотек. Зачем вообще нужна эта Википедия, и зачем она полезна, чем она отличается? Ну, помимо того преимущества, что не нужно никакой регистрации, никаких удостоверений личности, никаких ограничений по авторскому праву, можно не залогиниться, можно взять и скачивать просто так. Нет риска подхватить вирус, если мы говорим о других мега-сударственных ресурсах. Мгновенный элементарный доступ, очень простой скачан. Вот здесь вот лежит книга, и вот здесь вот можно просматривать ее по страничке. Другое важное преимущество, которое я очень ценю, это то, что в Википедии является пазлом, постингом для множества разных людей. Ты никогда не знаешь, что именно можешь отыскать. Вдруг найдется то самое, что ты давно ищешь, позарез нужно, а нигде его нет. Потому что государственные библиотеки занимаются сканированием, выкладыванием книг в промышленных масштабах по своим спискам. А в Википедии все происходит совсем по другому принципу. Давайте обсудим, кто вносит лепту в этот пазл наполнения Википедии. Это очень многое. Сначала давайте поговорим о... Это могут быть обычные люди, частные лица, такие как я. Могут быть организации, которые жертвуют свои архивы. К сожалению, речь, конечно, идет о западных организациях, в российских достаточно мало, которые это делают. Мы в этом отстаем, но фонд Википедия работает над этим и пытается уговаривать различные архивы музея и библиотеки вкладывать свои файлы. Так вот, давайте... Вот примеры организаций, которые, говоря официальным языком пресс-релиза, совершили пожертвование Википедии, загрузив в нее свои архивы. Вот Национальный музей Стокгольма вложил 3000 файлов в высоком разрешении, 30 мегабайт. Что происходит, когда организация выгружает свои файлы в Википедию? Например, она освобождает свои собственные сервера и может заниматься их обслуживанием. Вот Лос-Анджелеский музей искусств. 24 тысячи файлов самых разных фотографий. Библиотека Уэллком Лондонская, 97 тысяч. Национальный музей технологий Милана. С маленьким сайтом, маленького музея, может случиться все, что угодно, ведь управляет им кто угодно, дизайн могут поменять, финансирование урезать. А в Википедии это константный очень проект, в который вложен очень много сил, у них очень хороший бюджет, и о хранении файлов заботятся гигантские всемирные фронты. Список огромен. Вот здесь вот очень маленький на слайде фрагмент организации, которые пожертвовали свои архивы. Университетский музей Барселоны, университетская библиотека Святозавра Маркович и Балканская, греческий государственный архив, очень много. Любая российская организация может сделать то же самое. Она должна обратиться в фонд Вики-Медиа по контактам на сайте фонда, или, например, ко мне, и мы поможем это сделать. Вот, например, фотографию своих экспонатов, свои документы пожертвовал Калининградский музей импоря. Пример пожертвования отчастного лица. Фотографии своих скульптурных работ пожертвовал последователь академика Герасимова, скульптор-коммуналист Сергей Никитин, который восстановил облик русских цариц, великих книг и других исторических деятелей. Теперь статья Википедии, украшенная его работой, подписью его труда, то есть он легально разрешил использовать свой контент. Некоторые ныне живущие писатели, журналисты, тоже выкладывают свои книги современные, новые, альманахи, Википедию, если, конечно, не планируют излечить с них финансовую прибыль. То есть это абсолютно добровольное пожертвование, когда человек отказывается от прибыли. И другой очень важный способ, каким Википедия наполняется, это труд отдельных участников проекта, википедистов, независимых. Это действительно вещь, когда один в поле воин, когда один единственный человек может вложить очень много контента в проект. Бывают случаи, когда участник Википедии, википедисты находят случайно какой-нибудь частный сайт, типа на народу клуба, где кто-нибудь выложил сканы военных журналов. Выложил, потому что это его хобби. Выложил для себя и для членов своего военно-исторического клуба. И такой википедист за один вечер может натаскать с этого частного сайта тысячу файлов с помощью бота. Сайт же с народа, ру через год исчезнет, но то, что из него излег википедист, оно останется в рамках проекта. То же самое происходит с файлами, которые люди находят на сайтах государственных библиотек. Происходит отбор, что именно можно использовать в Википедии, и это копируется сюда в проект и сгружается. Вот таким образом, курочка по зерночкам, с силами людей со всей планеты, носителем примерно 300 языков. Внутри Википедии накопилось 41 миллион файлов. Люди совершенно разными способами отдыхают. Люди, в википедистах, это способ отдыха. Кто-то играет в танчики, а кто-то заевает в Википедию фотографии сицилистских мозаик или французские эллимированные рукописи. Вот такими способами наполняется Википедия. Вот такими способами берутся самые разные файлы. Подробно говорить, что это за файлы, я не буду. Это может быть что угодно, какие угодно файлы. Вот, например, это рентгенограмма исследования останков царской семьи, которые пожертвовали в фонд медицинской лаборатории, которая там занималась в 90-х годах. В настоящий момент это все устарело, это не нужно, и чтобы документы не потерялись, потому что они валялись на полке в институте, вот просто никому не нужно снизить диск. Человек, который участвовал в этом проекте, просто его сюда заедет. Теперь мы можем его посмотреть. Но эти файлы объединяет одна единственная вещь, один параметр. А если файл этому параметру не соответствует, его быстро удаляют. Параметр это такой. У этих файлов обязательно должны быть чистые авторские права. То есть этот файл либо должен быть настолько старый, что срок защиты авторских прав на него давно истек, либо авторские права на это изображение. Вот пример файла. Я сейчас буду отдельно рассказывать, как попадать на Викисклад. Это не очень простой путь. Для новичков он достаточно сложный. Вот пример файла, пример картинки. Автор, который давно умер, авторские права на него чистые. Но это, видите, это фреска. Она из обломков сделана. То есть у этой фотографии есть автор, на ней живущий человек. И чтобы этот файл попал в Википедию, вот этот автор фотографии должен дать на это разрешение. Вот пример пещерного дома в Каппадокии. Сделана фотография, и я, это моя фотография, я ее сделала. Я владелец авторских прав на это произведение, добровольно публикую. Если под каждой фотографией, вот здесь вниз краткое описание, должна находиться лицензия. То есть либо чистый копирайт, либо вот это вот две буквы С. Когда вы видите, что с файлом в Википедии все хорошо, то есть там нет вот этой плашки быстрого удаления, вы можете использовать его где угодно. На своих афишах, в ферстке своих книг. Обязательно только надо просчитать лицензию. Например, вот здесь вот обычно может быть написано, что можно использовать где угодно, бесплатно. При указании, указании, кто является автором фотографии, а также нельзя использовать на обложках. Именно в связи с тем, что это должно быть свободное, авторские права, я выбрала тему как старинные книги, потому что новых книг в Википедии практически нет. 98% это старинные книги. Если кто-то без разрешения автора или его наследника, правообладателя, загрузит туда новую книгу, она будет очень быстро уничтожена. Существуют администраторы Википедии, администраторы Викисклада, добровольцы, которые за этим следят. То есть как только попадает в Викисклад силами какого-нибудь новичка, который не знает правила проекта подобных файлов, он быстро другим участникам оставляется на удаление, как нарушающие авторские права. Так, ну а теперь я расскажу вам, как пользоваться этим богатством, как ориентироваться, потому что это вот китайская грамота, это достаточно сложно. Система дурацкая, совершенно не идеальная, старожилы аборигены в ней ориентируются, новички нет, все достаточно сложно. Для этого вернемся обратно на главную страницу русской Википедии. Это та часть Википедии, которая, наверное, вам знакома лучше всего. Либо вы попадаете на конкретные статьи, внутри нее запросами из Яндекса, из Гугла. Так, и вот у нас пример, да, выводы результатов. Либо русская Википедия, либо английская. Большинство людей пользуются именно этими двумя частями Википедиями, двумя представительствами, или можно сказать, даже отростками. Почему я говорю отростками? Потому что можно сказать щупальцами. Это две версии проекта на разных языках. Это не независимый состоятельный сайт, а две языковые версии одного и того же проекта. На самом деле языковых версий очень много, около 300. А вот центр один. Вот здесь вот на этом логотипе представлены самые крупные языковые версии по количеству статей. Здесь вот указано, сколько статей в каждом... языковом. В английском 5 миллионов, в русском 1,5 миллиона. Мы входим в десятку крупнейших. Языковых версий много, принципы одни. Есть маленькие различия правил, но это не важно. Когда вы заводите себе аккаунт в русской версии, у вас заводится автоматический аккаунт во всех версиях, включая французский, суахили, болгарский, фарси. То есть во всех вот этих трехстах версиях у вас автоматически заводятся аккаунты. Хотя вы об этом не знаете. Я рекомендую заводить аккаунт в Википедии абсолютно всем, кто ее пользуется. Если вы не планируете ничего в ней редактировать или исправлять, все равно с аккаунтом много удобнее. Вот здесь вот, стать участником, создать учебную запись. Это очень удобно, особенно в том случае, о котором мы говорим. Если вы намерены оперировать большим количеством картинок и делать это на стационарном компьютере, конечно, надо с большим экраном. Потому что это позволяет сохранить языки, настройки пользователя, включать всякие полезные гаджеты, расширение для удобного просмотра иллюстраций и их тегов категории. Вот адрес конкретно, как прямой адрес Викисклада. Начните свое изучение запасов Википедии с регистрации в русской части. А дальше мы покинем русскую Википедию и перейдем в другое щупальце, в Викисклад. По-русски называется Викисклад, по-английски Викикомманс. В этой части Википедии свой отдельный адрес. И причем Викисклад служит общим хранилищем файлов абсолютно для всех языковых версий Википедии. Английской, японской, китайской. Именно в ней хранятся 41 миллион файлов. Это количество такое большое, потому что она аккумулирована силами интернационал. Будем копаться здесь. Когда возвели себе аккаунт в русской Википедии, нам надо с нее, как из Википедии попасть на Викисклад. Можно сделать через поиск, либо другим способом. Обычно ведь нам нужны не какие-то конкретные абстрактные картинки, а файлы на какую-то конкретную тему. Начинаем с темы, вернее, со статьи на эту тему в Википедии. Предположим, вы хотите узнать, какие файлы имеются в Викискладе под проектом французского художника Нерон. Вы находите статью про него в русской Википедии. Из этой статьи есть три способа перехода на Викисклад. Не обязательно они присутствуют, может быть только один, может быть никакого, но вот здесь вот сразу собрано три. Плашка в левой части, где написаны словами, и два перехода отмеченных логотипа конкретно Викисклада. Тоже очень интересные. Дизайн может быть другой немножко. Вот, например, здесь вот тоже видите логотип. На Викискладе есть медиафайлы по теме НР. В английской версии это может выглядеть по-другому. У них другой дизайн. Здесь написано «Wikimedia Commons». Когда вы нажимаете на эту ссылку, активное бывает слово «Wikimedia Commons», но если вы не нажмете, вы попадете просто на главную страницу проекта. А конкретно на человека, вот на название. Извините. Вот, мы попадаем в категорию на Викискладе, которая относится к теме, которая вас интересует. Вы меняете вот здесь вот язык на русский, язык будет намного удобнее. Что такое категория? Категория – это специальная папка, которая лежит на Викискладе, и в ней сложены файлы, которые относятся к теме статьи. Часто там лежат подпапки, как в этом случае. То есть в главной категории мы видим его портреты, какие-то рисунки, а его картины сложены в подпапки. Там материал расфасован более мелкими порциями. Основной язык Викисклада – английский, он универсален. Но их файлы стараются называть английским языком и хотя бы латиницей, чтобы все могли прочитать, хотя встречаются и русские названия, и китайские. Это неудобно. Это безответственные участники Википедии так делают. Давайте рассмотрим, давайте уйдем из этого французского художника, посмотрим папку библиотеки. Вот его картины, то есть они лежат здесь отдельно. Вот смотрите, папка, посвященная Алексею Константиновичу Толстому. Тут собрано все, что совершенно разные участники собирали на эту тему. С сайтов музея, собственные фотографии с выставок, просто что было в сети. Автографы, портреты, книги. Просто все, что есть на эту тему. Вот книга Маркиза Константина Сомова, эротическое издание начала 20 века. Поскольку это наполняется любителями, в чем преимущество Википедия? Это проект, который наполняется любителями. Вот эту папку собирала я. Мне было интересно, поэтому я прожерстила весь интернет и собрала все, что есть на эту тему. И то, что у меня было в книгах отсканированных. Например, у меня была возможность, и я загрузила разные версии одного и той же иллюстрации. Черно-белую, цветную, цензурную, нецензурную. То есть этот хостинг, он очень просто в управлении, и позволяет собирать и демонстрировать разные версии одного и того же файла. Вот здесь вот я обвела, как попасть обратно из папки на Викискладе, обратно в русскую статью. Тоже вот здесь вот в левой части плашка русский. А если бы были статьи на английском языке, здесь бы тоже было написано английский или там другие языки. Так, вот. Эллиминированные моноскрипты в Национальной библиотеке Франции. Здесь есть моноскрипты, разложенные по папкам, тоже подписанные. Все очень зависит от того, кто это собирал. То есть если это человек, которому это интересно и который в теме, он создает эту папку, называет ее названием моноскрипта с кодом. Если нет, то он может назвать ее просто названием. Может назвать ее по-французски, может назвать по-английски. Если бы это был китайский какой-то моноскрипт, он бы назвал ее по-китайски, это было бы плохо. Через некоторое время пришел администратор и ее переименовал, чтобы все могли пользоваться, не только китайцы. Но, разумеется, тут выложены не все моноскрипты. Тут есть вот отдельные оттенки, но есть папки. Понятно, что на сайте самой библиотеки их выложено намного больше. Вот здесь вот категория, и здесь вот есть ссылка на сайт библиотеки официальной, где лежит эта рукопись в целом виде. Здесь выложены JPEG по достаточно большому разрешению. На сайте библиотеки они лежат в другом виде. Иногда, ну вы знаете, что иногда подобные вещи, они так устроены, что можно только смотреть, а все остальное делать нельзя. Нельзя не сохранить, ничего себе не взять эту кашу на логотипе. В Википедии пытаются от этого избавляться, потому что принцип такой, что все должно быть доступно и понятно. Вот это пример того, как хранится иллюстрация на сайте музея Пушкинса. Она украшена логотипом, не скачать ее сотронить нельзя. Вот. Википедия придерживается идеологии, что она практически коммунистическая идеология. Искусство должно быть доступно народу. Если искусство книги не охраняется авторскими правами, то она должна быть доступна. Например, на Википедии есть служебные списки художников по годам и месяцам смерти. И как только исполняется 70 лет смерти автора, то есть его произведение переходит в общественное достояние, специальные люди, у которых хобби на эту тему, они сразу же, буквально на следующий день, ту же ночь, начинают быстро-быстро грузить проект его произведения. Такая история была, например, с произведениями художника Местерова. Как только в самой Википедии его картин после революционных не было, потому что они охраняются авторским правом. Как только исполнилось 70 лет, их быстро-быстро загрузили, и они появились в статьях, которые можно украсить иллюстрациями, например, портретами коммунистических деятелей и актеров. Вот здесь выложен файл, это миниатюра из французской рукописи. И вот здесь есть возможность сохранять его в разных размерах. Оригинальные и уменьшенные, различные уменьшенные. Особенно это цена для графических файлов, которые иногда выложены очень крупными, а вам, может быть, нужны только 3D. Наверняка вы слышали о такой вещи, как Google Art Project. Вот смотрите, Monalisa. Monalisa выложена в размере почти 90 мегабайт. То есть это невозможно, ноутбук от этого зависит. Ее можно скачать очень маленькими размерами. Это газетная публикация о том, как Monalisa была похищена. Тоже 50 мегабайт. Это скан страницы, выложенный из библиотеки. Так-так, Google Art Project. Это масштабная виртуальная библиотека, частная, которая тоже руководствуется идеей аккумулирования ценных знаний, ценных информаций о ценных артефактах. Это очень красиво, очень красивый дизайн, очень хорошо смотрится, замечательно смотрится на айфонах и планшетах. Но пользоваться им не очень удобно. Вот смотрите, возьмем Илья Репин. По запросу Илья Репин Google Art дает нам 17 произведений. Они оцифрованы в великолепном качестве. Их можно посмотреть в огромном приближении. Сотрудники компании Google, они специально выезжали в музей, подписывали с ними Google Art Project. Просто выберите в окне, и Google выдает первой ссылкой. Вот здесь, Google Art and Coaching. Вот это сломанно. Сотрудники компании Google специально выезжали в музей, подписывали контракты на цифровую съемку этих шедевров. Ну вот посмотрели вы на эту картинку. Вы двигали курсором, приблизили ее так, и так. Больше ничего вы с ней сделать не можете. Сайт проекта сделан так, что не сохранить, не извлечь эту картинку из ее кода нельзя. Она просто красиво на планшетике смотрится. Но участники виски склада сочли, что это негуманно по отношению к тем, кто хочет знаний и хочет их распространять. А это главная задача проекта, это свободный контент. И руководство с этим принципом, Добро, Перу, Добро, Физде, где можно, сотрудники, участники, добровольцы вики-склада написали специального бота, который ходит на Google Art проект, загружает оттуда файлы на вики-склад. То есть есть специальная папка, категория, где сложены те же самые файлы, что мы сейчас видели на официальном сайте Google, но они доступны, ими можно пользоваться. Любой человек может скачать эти файлы. В поисковом запросе можно найти, что есть большого в качестве про этих художников, задав в поиске Google Art проект и имя художника, которого ищите. То есть в поисковом запросе звучит имя художника и вот этот сайт, откуда был взят контент. Внутри файла, то есть когда мы нажимаем на картинку в самом-самом-самом низу, есть категории. Категории – это особенные тайные знания, которые мало кто знает из непостоянных участников вики-склада, но это очень удобный инструмент. Это мы смотрим на категории портрета Репина с девочкой, которая только что была. Это очень удобно для ориентирования вики-склада и работает намного лучше, чем поисковые запросы. Категории – это как теги, только древовидные системы иерархические, то есть как папки на компьютерах. Они проставляются внутри страницы. Здесь мы видим, каким категориям относится проект девочки. Это женские портреты Репина, портреты Репина в Третьяковской галерее, портреты России в 80-х годах, 1984-й год картины, картины в 800-е годы из России, портреты маслом сидящих девочек в полный рост. То есть если мы нажмем туда, мы видим все портреты из всего мира, которые были положены в эту папку. Женская обувь в портрете и так далее. И вот здесь выделено Google Art Project работы и Репина. Когда вы находите какую-то картинку, которая вам интересна, какой-то файл, можно пощелкать по этим категориям и найти что-то еще более интересное. Значит, система поисковых запросов на Вики-складе. Она тоже не идеальна. Вы вбиваете поисковый запрос и совершенно не обязательно, что вам выдадут все необходимые результаты. Вы вбиваете здесь слово и удобный способ нажать на «Поискать среди категорий». Тогда вам как раз выдадут название категории, где лежат подобного рода файлы. Потому что сейчас выдала просто сборная солянка. Если же вам наоборот нужны только файлы, а категории вам не нужны, нажмите на слово «Мультимедиа». И тогда категории и всякие служебные страницы не будут подаваться. Еще важная вещь. Основные запросы лучше делать на английском, потому что стандартно просят грузить категории на английском. Но если это не сработало, можно забить слово «транслитом», то есть русское слово, написанное латиницей. Можно попробовать версию на русском, у всех склонений, потому что в отличие от Яндекса она не понимает, что слово «молоком» – это слово «молоком». Может найтись нужное слово в описании файла. То есть не только в его названии, а внутри описания. Может найтись нужное слово внутри PDF. То есть она ищет по PDF и выводит результаты. Так, вот это вот журналы «Адская почта», примерно такого же времени, что «Сатирикон», сатирический журнал, который иллюстрируют те же художники. И вот здесь вот я выделила, каким категориям пролежат. Журналы России по имени, просто журналы на русском языке, журналы, опубликованные в Санкт-Петербурге, в Российской империи по имени, журналы России 906 года, журналы про сатиры, в эту категорию попадут все иностранные журналы тоже, и издательство «Голики и Виберг». И здесь мы видим, что есть и PDF-ки лежат, и эти файлы в разобранном виде. Все, что попало. Это пример категории, где лежит контент разных национальностей. Это просто категория книги 1925 года, причем их обложки, не сами книги. Скорее всего, эта категория является подкатегорией просто книги 1925 года, там в отдельной папке могут лежать PDF-ки. Участники такие склады любят разбирать PDF-ки и делать отличные картинки, отдельные картинки, потому что ими можно иллюстрировать статьи. Результаты запроса на кодовые слова, поиск таких файлов на русском языке. Тут у нас есть энциклопедии, журналы, религия, вымысл, фольклор. Это очень мало, это не идеально, это не собрано все. На русском достаточно мало, потому что публичные организации свои архивы целиком не выгружают, это все делают любители. Так, теперь мы поговорим о другом щупальце Википедии, тоже отдельном. Это называется Викитека. Как попасть в Викитеку? Можно набрать слово Викитека в поиске, Викитека, либо тоже из статьи, то есть вы заходите в какую-то статью и смотрите, есть ли там ссылка Викитека. Логотип Викитеки – это айсберг, то есть видимая часть и невидимая часть. Это очень хорошо охарактеризует проект, потому что в нем очень много, но знают об этом очень мало. Например, если мы пойдем в статью «Анциклопедия Барагауза и Трона», в самом низу есть ссылка на то, как выложена эта книга Викитеки. Викитека – это официальная библиотека Википедии. Здесь этот словарь выложен по томам. Он выложен в формате дежавю. Это можно кликнуть и посмотреть. Здесь сортированы какие-то статьи. Красное – это означает, что запланирована заливка, но еще не сделана. Синий можно кликать. Когда мы кликаем на слово дежавю, мы попадаем на файл. Это тот же самый формат, который мы только что смотрели на Викискладе. То есть книга выложенная. Здесь можно листать постраничную, она сюда выводится. Вот главная страница Викитеки. Она формулируется тоже добровольцами. Их достаточно мало в русском языке. Что здесь у нас собрано? Какие-то стихотворения. Все, что в свободном доступе. Опять. Официальные документы. Резолюции Вити, резолюции парламента БСЗ. Стихотворения. Очень много всего. Очень разное. Вот то, что... Доска объявлений для участников Викитеки, добровольцев. Что они приглашают участвовать? Совместная работа по вычерке от сканированных текстов. Нужно распознать сканы, нужно вычерить, нужно проверить. Здесь идет программа по заливке проект всего, всей школьной программы, всего Золотого фонда. То, что сделано. Циклопедия словарей. Здесь выведены какие-то статьи из словарей. Вот смотрите, выложено стихотворение. Как это выглядит в проекте Викитека. Есть название стихотворения, в скобках фамилия его автора. Здесь кликается ссылка на этого автора. И вот это важная вещь, за которую очень следят. Все наверняка слышали, что Википедию упрекают очень часто в том, что информация не проверена. Это справедливо, но последние лет 10 уже участники, специально опытные участники следят за тем, чтобы все можно было проверить. Ставят ссылки, ставят сноски, ставят источники. Кликабельные либо со страниц. Вот здесь написано сразу, опубликовано, в каком году, где это выкатило. Скорее всего, вот эта ссылка, это на Google выложен скан, либо скан, выложенный в Викисклад. Пытаются делать все аккуратно. И пытаются собрать все. Вот два таких несбыточных желания. Здесь мы тоже, видите, не представили системе. Можно представиться с тем же самым именем, с тем же самым паролем и какие-то себе делать закладки. Вот здесь вот, видите, знак, это твердый знак. Это иконка. На нее можно кликнуть. Не во всех статьях есть, в достаточно маленьком количестве. И когда вы на нее кликаете, вы попадаете в ту же самую статью, в то же самое стихотворение, но в дореформенной орфографии. И вот здесь вот мы можем вернуться обратно. Вот стихотворение Бальмонта, которое выложено тоже в двух вариантах. В дореформенной и в современной орфографии. Вот здесь вот ссылка на картинку. Если мы кликнем на эту картинку, скорее всего, мы сразу попадем туда, где мы только что были. На Викисклад, где хранятся картинки. То есть Википедия пытается все раскладывать по разным полкам, чтобы все лежало на месте. И оттуда подсасывается сюда. Вот. Мы нажали на эту обложку. И мы остались в библиотеке нашей. Она отображает этот файл, но она подсасывает его в Викисклады. Чтобы попасть туда, где мы были, где там сейчас эти категории, про которые рассказывают, информация с его страницы описаний приведена ниже. И если мы нажмем туда, мы попадем как раз на Викисклад. То есть вот здесь вот, в библиотеке, это только отображение того файла. Вот так вот этот файл отображается не в библиотеке, а на картинках хранилища. Его можно по-разному сохранять. Ну, я покажу еще, что мне пришло в голову сделать скриншоты. Например, вот «Древности российского государства Федора Солнца». Замечательная книга с огромным количеством иллюстраций. Она выложена по томам. Это тоже делали неофициальные люди, это делали любители. Выложили по томам в PDF и разобрали ее на отдельной картинке, чтобы это можно было использовать. Когда вы видите какую-то картинку, вы не знаете, что это такое. Вы можете на нее нажать и тоже идти в самый-самый низ. Вот здесь вот в самом низу будут категории, про которые рассказывают. А вот здесь вот глобальное использование файла. И здесь выводится список того, где иллюстрация, где этот файл используется во всей Википедии вообще, во всей версии. Вот, например, это Митра, я не помню чья, Митра Никона. Она используется, естественно, в русских статьях, в статьях про Романова Никиту, Митра Головной Бор и в статье о самой книге. При этом она используется в украинской Википедии, французской Википедии, итальянской, польской. Иногда бывает очень забавно. Например, мне попался пострадь Федора Шаляпина в роли Бориса Годенова. Я стала смотреть, кто ее использовал, смотрю, какие итальянцы проиллюстрировали им статью про Ивана Грозного. По их мнению, это было, несмотря на название файла, по их мнению, это было Ивана Грозного. То есть глобально использование файла, это очень интересно. А потом, когда вы видите картинку, совершенно не понимаете, что на ней задержено, поэтому глобальному использованию можно это вычислить. Сказки Пушкина в Велибецке. Здесь тоже на Викискладе. Я просто очень люблю Викисклад, и в основном пользуюсь именно ими. Есть категории, а есть страницы. Страницы верстаются людьми просто так, так же, как пишется статья. То есть это как пишется пост. Для этого не нужно каких-то особых знаний, особых требований. Это делается просто как хочется. Ты располагаешь картинки там, как тебе нравится. Здесь вот собраны иллюстрации Кобилибинской сказки. Они собраны в порядке, как идут иллюстрации, собраны самые лучшие репродукции этих файлов, какие только были. Целиковый разворот, страница обрезанная, страница полиграфии, мне кажется, современная. Несколько вариантов. И вот здесь вот, и вот на этой странице здесь ссылка на категорию, где картинки лежат. Здесь лежат эти картинки, уже не отсортированные, не отредактированные, без верстки страницы. Здесь они сложены в повалку и тоже много всяких версий. То есть чем хороший рейки склад, что можно собрать много-много всего, много в разных версиях, разных экземплярах. И это будет лежать. Вот царский титулярник, рукопись, созданная при Алексея Михайловича. Она разобрана и она сделана, разложена по темам. Картинка обрезанная, картинка не обрезанная. Большие файлы, маленькие. Русские портеты Николая Михайловича. Тоже участник, который занимается этой темой. Он собрал эти картинки, разобрал ПДФ, ПДФ тоже есть. Собрал иллюстрации черно-пелые, какие есть в книге, и нашел к ним аналоги цветные. И вот здесь подписаны, сделаны активные ссылки на статьи в Википедии об изображенных личностях. Другая интересная вещь тоже в Викискладе такая тайная. Вот у нас есть страница книги 16 века. И если мы перемотаем вниз, то мы увидим, что есть история файла. История файла я загружала. Смотрите, сначала я загрузила файл маленький, обрезанный, плохого разрешения. Потом я нашла страницу хорошую, и я перезаписала ее наверх. То есть теперь файл выглядит вот так вот. Но если мне нужно, я могу сюда вернуться, кликнуть вот на эту вторую предыдущую иконку, и мне будет доступна предыдущая версия. Кому угодно будет доступна предыдущая версия. Это иногда очень удобно, когда смотришь фотографию, видишь, что в ней что-то обрезано, например, при перспективном искажении, справлении. Смотришь вниз, нажимаешь и видишь, что там обрезалось в предыдущей версии. Можно какие-то гигуски сохранять. Так, ну на этом моя презентация сборных картинок закончилась. Я готова отвечать на вопрос. О чем еще рассказать вам? Про политику могу рассказать общение с государственными библиотеками. Например, вот Ленинка выкладывает книги футуристов. Книги футуристов есть дореволюционные и послереволюционные. По закону об авторском праве, все, что сделано до 1917 года, оно было сделано в Российской империи и не охраняется авторским правом больше. То есть вот тот же Нестеров, все, что он сделал до 1917 года, его можно грузить, можно использовать. Потом он после революции жил, и его наследие после революционной охранялось авторским правом. Книги футуристов. Кто-то из участников Викисклада, Википедия, открывает страницу в Ленинской библиотеке и видит там много вкусного, много файлов PDF футуристов. И он смотрит, что вот это сделано до 1917 века, это мы можем утащить в себе до 1917 года, это мы можем утащить в себе, а все остальное мы не можем. Надо проверять, когда кто умер. И потом, когда те следующие книги освободятся, они тоже будут сюда перегружены. Если будет человек, этому это будет интересно. Оптимальный способ источника. С источниками все достаточно сложно, потому что это дисциплина, которую пытаются привить людям, но она не очень получается. Есть ли у меня такой файл? Что еще? Нет, к сожалению, нет такого файла. Под файлом... Всегда нужно считать, что подписано под картинкой. То, что подписано под картинкой, это самое интересное. Там может быть подписано то, что я показывала, что я, правообладатель, разрешаю использование этих файлов. Это важно для того, что трехмерное. То есть то, что трехмерное, оно, скорее всего, было передано... Не могу найти файла. То, что трехмерное, оно, скорее всего, было передано ныне живущими участниками Вики-склада. Причем интересная такая вещь, что вы можете посчитать его имя, если что-то не ясно, вы можете на него кликнуть и найти, воспользоваться возможностью написать письмо участника. То есть спросить его, есть ли у вас еще фотографии, там, это статус другого ракурса. Расскажите, где вы это снимали. Если человеку активно участник, он может вам ответить. Люди достаточно активно общаются. Картины, которые двухмерные, которые не охраняются авторским правом, они собираются в проект откуда угодно, и там в качестве источника может быть упразднен просто интернет. Яндекс.ру. И это неудобно, и ответственные участники Википедии, они пытаются прописывать музей, ментарные номера. Если этого всего нет, то в этом все нет. Поиски источника такие же, как всегда, с помощью Гугла, тема и так далее. Продолжение следует... То есть все зависит от того, что вас интересует. Это в большой степени проект фанатов, проект любителей, которые каждый грузит на этот сайт, то, что ему нравится. И таким образом получается огромная солянка сборная, где другой фанат может все это увидеть. Если у вас есть какие-то ваши сканы, какие-то ваши PDF, которые вы бы хотели хранить здесь, вы можете зарегистрироваться и тоже их сами грузить. И сами собирать страницы, как вот была собрана про Билибина, то есть сами себе верстать фанатскую страницу, собирая то, что нравится. Просто надо поковаряться, и это достаточно интересно. Уважаемые участники, коллеги, давайте поблагодарим Софью за интересный вебинар. Со своей стороны, хотел бы немножко даже похвастаться, что наша компания Директ Медиа тоже вложила небольшую лепту в Вики Склад. Вот на основе одного из наших проектов мы пополнили вот эту вот категорию, Абердинский бестиарий. Так что, наверное, Софья пропустила одно только. Призыв вам, как людям, связанным с библиотеками, связанными с вузовской культурой, пополнять Вики Склад теми источниками, которые доступны вам. В Википедии это очень надо, и другим людям это тоже очень надо. Так что, вот на этом, наверное, призыве мы сегодня наш вебинар и завершим. Еще раз спасибо всем, кто пришел. Спасибо, Софья. Мы будем продолжать эти вебинары. Еще один вебинар по Википедии у нас пройдет. И, возможно, удастся мне пригласить еще и других участников Википедии, но это пока только в проекте. Коллеги, спасибо. Встретимся на наших новых вебинарах, и приходите на вебинары, Софья будет очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok